Уважаемые гости, компания Кодерлайн приветствует вас. Сегодняшний наш вебинар посвящен налоговой реформе, которая анонсирована правительством и вступит в действия с 2025 года. На экране вы видите наши контактные данные, то есть наша электронная почта, наши телефоны, телеграм-контакты и адрес нашего сайта. Вести сегодняшнюю встречу буду я, консультант-аналитик 1С Гардашева Галина. И если вам по какой-то причине, например, время оказалось неудобным, вы не смогли досмотреть до конца или еще какие-то создались сложные ситуации, когда вы не смогли воспользоваться нашей встречей, вы можете немножко позже снова вернуться на наш сайт. Вот адрес нашего сайта указан. Мы выкладываем записи вебинаров, и вы сможете посмотреть в удобное для вас время и этот вебинар, и, возможно, вас какие-то другие материалы заинтересуют. Так что милости просим, мы будем рады оказаться вам полезными. Так сегодня будет построена наша встреча. Но у нас сегодня, к сожалению, теоретического материала, скажем так, больше, чем практического. Мы будем смотреть теоретические материалы на слайдиках, и будем переключаться на демо-версию вот таким вот образом, демо-база 1S ERP, и смотреть уже материалы, которые уже размещены в демо-базе. И, соответственно, если у вас возникают какие-то вопросы, мы будем благодарны вам за обратную связь. Не только по теме нашего вебинара, но и если какие-то дополнительные вопросы у вас возникнут, приглашаем воспользоваться нашими профессиональными знаниями и навыками. У нас большой опыт по участию в внедрениях, в доработках, в настройках. Ну, в общем, любые работы, которые связаны с программным обеспечением 1S. Так что милости просим к сотрудничествам. Итак, переходим. Значит, у нас сегодня с вами, в общем-то, программу вебинара можно назвать одним коротким словом. Все, что касается налоговой реформы. И, соответственно, это будут изменения, которые достаточно громкие. И, возможно, которые не так нашумели, но, тем не менее, все равно присутствуют. Естественно, самый основной резк вызвали изменения в расчетах НДС и НДФЛ. Ну и дальше мы поговорим уже и про дополнительные сервисы, и про то, как подготовиться к переходу, который у нас будет уже практически через два месяца. Ну, в общем, обо всем. Итак, немножко теории. Напомню, что налоговую реформу у нас правительство анонсировало достаточно давно. Сейчас мы посмотрим вот такой слайдик. И еще в мае месяце было предложение, озвучено предложение о том, что усовершенствовать необходима налоговую систему. И был подготовлен знаменитый законопроект. Вы видите его номер, который, в общем-то, описывал самые такие масштабные изменения в 2025 году. Ну, сначала достаточно осторожно были анонсированы новые ставки по НДФЛ. Я напомню, что по НДФЛ сейчас у нас действуют фактически две ставки. 13% и 15%. То есть 15%, если нарастающим итогом начисления у нас составили более 5 миллионов. И вычеты, которые мы применяем, стандартные налоговые вычеты на детей и на самого налогоплательщика. И, естественно, предельные начисления, после которого вычеты перестают предоставляться. Сейчас, значит, по анонсированным изменениям, уже утвержденным, то есть уже не законопроект, а уже утвердили депутаты эти изменения в налоговую реформу, у нас вводится пятиступенчатая шкала. То есть НДФЛ у нас будет от 12, от 13 до 22%. И, соответственно, новые лимиты, про них поговорим еще. Второе нажимевшее изменение – это то, что упрощенцы станут плательщиками НДФЛ со следующего года. То есть при превышении определенного лимита не теряется право на применение упрощенного режима, а вводится плата НДС по повышенным ставкам. То есть если вы превышаете годовой лимит по доходам, то вы становитесь плательщиками НДС, но вы можете применять его по пониженным ставкам и принимать его к вычету входящий НДС. Либо, если вы выбираете ставки не обычные, а пониженные, не совсем правильно сказал, если вы выбираете обычные ставки, то вы имеете право принимать к возмещению НДС. Если вы принимаете решение платить по пониженным ставкам, то в этом случае у вас нет права на вычет. И страховые износы, тариф для МСП, то есть он действует и сейчас, но в этом случае он понижается. Сейчас платильщики по тарифу МСП платят 15%. Предусмотрено, что будет снижен этот процент до 7,6%. В общем-то, сохранится такая же методика, как и в этом году, когда в рамках МРОД... Немножко промахнулось. Когда в рамках МРОД применяется одна ставка, а в размере свыше МРОД применяется пониженная ставка. То есть сейчас такой тариф тоже действует, но планируется, что будет применяться более широко. И, собственно говоря, изменения по налогу на прибыль на фоне этих новых, что они прошли как-то гораздо более спокойно. То есть повышается налог на прибыль со 20 до 25% и вносится федеральный инвестиционный вычет. То есть на фоне повышения НДФЛ и НДС это повышение как-то прошло более спокойно, не так бурно отреагировали на его применение. Ну и, соответственно, изменения в имущественных налогах коснулось земельного налога и налог на имущество в отношении дорогой недвижимости. Также планируется повысить акцизы. Ну, конкретно это никотиновое сырье и никотиносодержащую продукцию. И, что самое основное, предусмотрена амнистия. Амнистия на самом деле коснется предприятий, которые попали под подозрение о том, что они применяют схемы дробления бизнеса. Значит, в результате амнистии предполагается, что фискальные органы не будут применять штрафных санкций и, соответственно, других мероприятий в отношении тех участников бизнеса, которые добровольно откажутся от схем дробления бизнеса. На самом деле, к сожалению, это сейчас достаточно распространенная ситуация. И каким образом отказываться от дробления бизнеса, сейчас анонсировано, что если вы согласны поддержать эту амнистию и добровольно отказаться от схем дробления бизнеса, то в этом случае вы обязаны добровольно уплатить все взносы, пересчитать и уплатить все взносы, как если бы вы не применяли схем дробления бизнеса. На самом деле, это достаточно сложный процесс, но в этом случае государство гарантирует, что не будут начисляться пений и штрафы. Соответственно, те организации, которые попали под изменения, то есть, например, упрощенцы стали платить НДС или НДСЛ, то есть в этом случае, естественно, поменяются и меры работы с уведомлениями. То есть, если вы, например, выберете по НДСУ уведомление применения пониженной ставки, то вы должны будете подавать уведомления по ФНС для подтверждения, во-первых, права такого применения, ну и, соответственно, выполнять все требования, которые будут сопровождать эти изменения. То есть, это, скажем так, дайджест составных изменений, которые будут приняты со следующего года. И, естественно, у нас возникает очень много вопросов, а что должны мы сделать для более-менее безболезненного перехода, и какие, скажем так, административные мероприятия должны провести и в рамках учетной политики, и в рамках использования конфигурации для того, чтобы этот переход оказался наименее болезненным. Значит, ну сейчас мы с вами посмотрим вот такую справочку по НДСУ. То есть, у нас с вами получается, что и упрощенцы будут являться плательщиками НДС, так же, как и предприятия на общей системе налогообложения, но и какие требования будут предъявляться в этом случае к бывшим, скажем так, упрощенцам. И вам нужно обязательно до нового года принять решение, будет ли сохраняться в вашем случае упрощенка, или вам проще перейти на общий режим и, соответственно, в этом случае использовать, в общем-то, возможность принимать НДС к вычету. Ну и, естественно, если у вас за прошлый год, то есть за 2024 год выручка была до 60 миллионов рублей, то вы сохраняете как бы право освобождения от уплаты НДС. И здесь действует как бы освобождение от уплаты, вы должны просто подать уведомления и все. Если у вас была выручка не более 250 миллионов, это за 2024 год, то в этом случае вы можете применять ставку 5%. А если у вас выручка была от 250 до 450 миллионов рублей, то в этом случае вы можете применять ставку 7%. Но эти пониженные ставки, и они не дают вам возможности принимать входящий НДС, то есть принимать в зачетов НДС, которые вы заплатили при приобретении товароматериальных ценностей. Теперь перейдем с вами на демо-базу и посмотрим вот такой момент. Ну, во-первых, вы должны подготовиться к тому, что вы будете с нового года работать в новых условиях. Значит, первое, необходимо принять решение, будет или не будет пересмотрена общая система налогообложения в вашем предприятии. Или если вы ведете мультифирменный учет, то есть если у вас используется много компаний, много юридических лиц в вашем холдинге, скажем так, то кто из них конкретно останется на упрощенной системе, а кто ее изменит. Напомню, что у нас такие глобальные, скажем так, настройки располагаются в разделе НСИ и администрирования. То есть вот таким образом. И здесь у нас есть пункт организации. И в меню организации мы выбираем наши юрлица. Вот, например, возьмем первое попавшееся. И закладочка учетная политика и налоги, соответственно, дает нам возможность настраивать систему налогообложения. То есть, во-первых, для целей бухгалтерского учета, во-вторых, для налогового учета, и, в-третьих, для финансового учета, то бишь больше управленческого учета. Значит, систему налогообложения мы с вами вот по этой ссылочке изменить можем зайти и изменить на то, которое мы выбрали. Но мы помним, что изменения в учетную политику вносятся определенным образом. То есть до конца 2024 года, то есть до 31 декабря, должен быть составлен приказ о вводе в эксплуатацию, скажем так, учетной политики. И сама учетная политика должна быть утверждена руководителем, естественно, за верной печатью, то есть, так сказать, особый ритуал соблюден. В этом случае, значит, если у нас учетная политика принята, ну, например, 31 декабря 2024 года, то действие этой учетной политики распространяется на период с начала следующего года. Если вы введете учетную политику позже, то есть, например, 1 января 2024 года, то действие учетной политики будет распространяться уже только с 1 января 2025 года. Про это надо не забыть. Следующий момент – обязательно проверить релизы. То есть вот сейчас мы проверить релиз можем по такой пиктограммке сервиса настройки. Здесь у нас сведения о программе. И, как мы видим, вот у меня сейчас стоит релиз 19-й. На самом деле это не самый последний релиз. Сейчас уже существует и 20-й релиз. Но, естественно, за два месяца, которые у нас еще остались до нового года, то есть за ноябрь и декабрь, еще будут изменения, будут выпущены новые релизы, которые будут уже с учетом всех изменений, которые касаются налоговой амнистии. Поэтому вам надо следить за тем, чтобы на конец года у вас вот здесь вот был актуальный релиз, который содержит и новые формы регламентированных документов и отчетов, ну и, соответственно, новые ставки и новые механизмы. Потому что вот сейчас, например, если вы работаете в ERP с блоком по начислению заработной платы, то есть у нас вот блок заработной платы. Вот он у нас блок, допустим, все начисления и начисления самой заработной платы. То есть здесь у нас установлен страховой тариф, который учитывает действующее сейчас законодательство и учитывает, допустим, вы задаете ГФУ, то есть настройки, которые сопровождают отчет, сопровождают начисление заработной платы в конфигурации, и начисляете, соответственно, тарифы, тарифы страховых взносов. И в этом случае у вас должны, во-первых, измениться тарифы, а во-вторых, вы должны применять уже новые действующие с 1 января 2025 года тарифы, которые мы озвучивали в наших первых слайдиках. Сейчас мы снова переключимся. Значит, кроме того, что НДС у нас еще изменяется, НДФЛ, то есть у нас будут ставки, вот вы видите эти ставки на экране, табличку такую мы сделали. Значит, ставка 13% у нас сохраняется, если годовой доход до 2,4 миллиона рублей, то есть 2 миллиона 400 тысяч, если до 5 тысяч, у нас 15% сохраняется. То есть это действующие и сейчас ставки, то есть 15% мы начисляем с суммы, которая превышает 2,4 миллиона. А если у нас начисление превышает 5 миллионов, то есть от 5 до 20, то у нас действует 18% с суммы, превышающей 5 миллионов, 20% у нас действует с суммы, превышающей 20 миллионов, и, соответственно, 22% у нас ставка действует с суммы, превышающей 50 миллионов рублей. То есть, естественно, в новых релизах должны быть отражены данные ставки. Кроме того, у нас в этом году был увеличен вычет, и в следующем году предполагается еще дополнительно увеличить вычеты, стандартные вычеты на детей. Естественно, это у нас тоже отражает конфигурация. То есть первый в 25 году действует такой же вычет, как и в 24, то есть на первого ребенка вычет 1400 рублей, вот вы видите. На второго, в 2025 году уже в два раза увеличивается вычет, то есть вместо 1400, как действовал в этом году, будет 2800 рублей. И на третьего и последующих деток вычеты в 2025 году составят 6000 рублей, то есть в два раза по сравнению с текущим годом увеличиваются вычеты. И, соответственно, до 450 тысяч вырос порог, до достижения которого эти вычеты предоставляются. Напомню, действовал другой порог 280 тысяч. Теперь 450 тысяч. И еще вот такой слайдик хочу вам показать. То есть в связи с тем, что переход, скажем так, к налоговой реформе предполагает перевод многих отчетов на электронный документооборот, то, соответственно, в первые ряды вышел такой сервис, как переход на электронный документооборот. Вы здесь видите, какие преимущества это дает. Ну, то есть кроме того, что мы должны изменить учетную политику, проверить соответствие релиза, проверить установку необходимых тарифов на страховые взносы, на детские. В общем-то, очень желательно проверить сервисы дополнительные, которые могут нам, скажем так, облегчить жизнь. То есть первый среди таких сервисов – это электронный документооборот. Я не буду читать, что он дает. Вы видите это на экране. Сейчас мы переключимся с вами опять на демобазу. И кроме того, что сервис по электронному документообороту, во-первых, мы должны проверить наличие электронных подписей, поскольку большинство отчетов, которые в электронной форме, сдаются, предполагают, наличие КЭП, то есть квалифицированные электронные подписи. И, соответственно, оформление доверенностей, если необходимо, то машиночитаемых доверенностей на тех сотрудников, которые у нас будут работать с определенными отчетами. Во-вторых, у нас есть отчеты, которые позволяют просматривать дополнительно, использовать сервисы, например, личные кабинеты, то есть разделить регламентированный учет. У нас с вами есть, во-первых, блок 1С-отчетность. Попутно с этим блоком у нас есть сервис 1С-отчетность, то есть блок, который содержит вот такие пункты, и сервис. Про сервис мы еще поговорим. Но есть и дополнительно у нас блок единый налоговый счет, и здесь тоже есть личный кабинет. И, соответственно, для того, чтобы воспользоваться личным кабинетом по ИНС, необходимо дополнительно подключить уже сервис 1С-отчетность. То есть если мы переходим в 1С-отчетность вот таким образом, то есть я открываю общий журнал своей отчетности, то у меня выскакивает рекламный баннер. Так. Рекламный баннер уже касательно сервиса 1С-отчетность, и этот сервис обозначает, что я могу настроить прямой обмен сайтами от перечисленных здесь фискальных органов, то есть налоговой инспекции, с социальным фондом России, ну, допустим, да, вот как вы видите, с Минобороны, с судебными приставами и так далее. То есть подробнее, что позволяет делать этот сервис, можно почитать вот по этой гиперссылке. Подключиться тоже очень несложно, достаточно нажать кнопочку «подключиться». И что мне этот сервис дает? То есть я без участия операторов ТКС, то есть таких, как, например, Астрал, СБИС, Контур, могу обмениваться напрямую сразу с этими сайтами, обмениваться информацией, то есть переписку вести, получать требования и так далее. То есть если речь идет о получении требований, то это позволяет сэкономить лишние пару дней, когда у нас очень короткие сроки предоставления. Ну, например, в ГИНС мы включаем отчет по кадровым мероприятиям и должны предоставить эти отчеты не позднее следующего рабочего дня. То есть у нас всего один день на составление этой отчетности. Естественно, при работе через оператора ТКС мы как минимум полдня теряем на прохождение писем через оператора. То есть мы отправляем выгруженный файл оператору, оператор поправляет его в налоговые, допустим, органы, и потом в обратном порядке эта процедура происходит. То есть мы теряем полдня как минимум, тогда как через 1С отчетность сервис мы это получаем гораздо быстрее. Но, как всегда, существует то, что, скажем так, мелким шрифтом. То есть применить этот сервис могут предприятия, у которых подписка ИТС, проф. Но применить ее могут бесплатно только для одного юридического лица. Если у вас, например, там 10 юридических лиц в перечне, то примените бесплатно. Вы имеете право только для одного. Для остальных это будет платный, но платные достаточно дружественные цены, потому что, например, 3800 рублей на год делим помесячно, получается вполне дружественная цифра. Если не вспоминать о том, что сколько у вас юридических лиц. Конечно, если у вас крупный холдинг и юридических лиц много, то это уже получается достаточно серьезная статья затрат. Значит, это мы с вами поговорили про сервис 1С. Значит, как вы видите, здесь у меня возможность перейти в личные кабинеты сохраняется. То есть это личные кабинеты, которые нам хорошо знакомы. То есть это для налоговых органов, это бывший ФСС и пенсионный фонд, то есть СФР, нынешний социальный фонд России. И здесь же портал статистики, на который обязательно надо обратить внимание в связи с налоговой реформой. То есть необходимо зайти на портал статистики и по вашему ИНН проверить, под какие выборки попало предприятие. Потому что даже в 2024 году, в начале года, статистика прислала много перечень большой отчетов, которые должны сдавать предприятия, которые попали под выборки. И, соответственно, со следующего года, когда начинается налоговая реформа, этот список еще увеличится. И по своему ИНН вы можете посмотреть, под какую выборку вы попали и в какие сроки вы должны сдавать какие отчеты в статистику, чтобы не попасть под штрафы. И уже на протяжении двух лет статистика реально применяет штрафные санкции. То есть если вы не сдали вовремя или вообще не сдали отчет, то есть правонарушение касается сроков сдачи отчетности, то в этом случае штрафные санкции до 70 тысяч рублей. Если это повторное правонарушение, то в этом случае штрафные санкции до 150 тысяч человек. Ой, человек, извините, до 150 тысяч рублей. Согласитесь, такой штраф получить обидно, если можно было его избежать, просто просмотрев, под какую выборку вы попали, какие отчеты надо сдавать. Потому что статистика, все отчеты практически содержатся в 1С, и то есть не надо никуда бегать или искать этот отчет и так далее. Но здесь, как вы видите, нет кабинета личного, который для оплаты, для работы с единым налоговым счетом предусмотрен. Значит, единый налоговый счет у нас, вот он, личный кабинет в этом разделе. И если я, например, решила перейти, хочу включить этот личный кабинет, то, когда я перехожу, выбираю юрлицо, которое я хочу перевести на этот личный кабинет, то у меня вот такая ссылка включается, то есть, что я должна подключиться к сервису 1С-отчетность. И если я перехожу вот по этой ссылке, то у меня сейчас, во-первых, проверка токена, то есть у меня, естественно, на демобазе никаких токенов и квалифицированных подписей нету, поэтому программа мне ругается. Ну, здесь можно посмотреть, почитать информацию, которая по гиперссылкам дается, но и, естественно, если у меня нет сертификата, какие действия мне необходимо для того, чтобы получить сертификат. Когда у меня уже оформлен сертификат и оформлена новая КЭП, в этом случае меня система переадресует к выбору тарифа, скажем так. То есть, если у меня, напомню, проф-версия ЭТС, то, соответственно, мне надо будет одно бесплатное подключение, остальные за денежки. И у меня будет ссылка на тариф подключения, который показывает, сколько денег мне потребуется для подключения других сверхнормативных, так сказать, юридических лиц. Ну, как я сказала, уже тарифы достаточно невысокие. И если же у вас подписка ЭТС Техна, то в этом случае у вас бесплатного подключения вообще не будет, а будет только за денежку. Значит, мы поговорили уже с вами о том, что в связи с необходимостью этой реформы необходимо проверить электронные подписи, то есть проверить, обеспечена ли у нас работа подписантов, у всех ли руководителей наших юридических лиц оформлены КЭПы, и, соответственно, у нас остаются еще сервисы, которые мы можем тоже подключить для облегчения, скажем так, работы, особенно при первоначальных, так сказать, применениях, когда возникает много вопросов. То есть это мы с вами проговорили про сервис, который касается блока 1С и сервиса 1С. Значит, соответственно, обязательно в меню заработная плата мы должны проверить законодательные нормативы, то есть какие у нас действуют для предприятия коэффициенты и тарифы. Ну, то есть районные коэффициенты мы можем изменить вот по этому переходу, то есть по вот этой гиперссылке. Ну, соответственно, если мы применяем тарифы с районными набавками, то мы проставляем здесь чекбокс. Если у нас нет этих коэффициентов, то, соответственно, мы уходим отсюда, и теперь параметры кадрового учета и учета зарплаты. Значит, вот здесь вот тоже мы должны проверить и проставить. Вот у нас есть переход к расчету страховых взносов НДФЛ, то есть, соответственно, НДФЛ здесь будет необходимо настроить новый, уже с учетом новых ставок, а вот страховые взносы, про что я говорила, то есть, вот у нас вид страховых взносов, и здесь допускается выбор из, вот он перечень, у нас какие страховые взносы применяются, и, допустим, вот вы видите страховой тариф для предпринимателей, на упрощенке и так далее, то есть, естественно, здесь будут введены новые законодательные акты, и сейчас то, что я говорила в начале нашей встречи, у нас действуют льготные тарифы для субъектов малого или среднего предпринимательства, то есть, если я выбираю такой тариф, ну, например, у меня предприятие относится к малому и среднему предпринимательству, я хочу посмотреть, как, что это за тариф, то есть, вот таким образом, и я могу по такой ссылке тарифы страховых взносов, соответственно, просмотреть, как изменялись тарифы, то есть, вы видите, в 21-м году этот тариф уже существовал и был вот такого вида, то есть, у нас вообще не облагались суммы до превышения, после превышения, потому что такого понятия не было, у нас в 2021-м году еще действовал пенсионный фонд, до социальных и ФСС и были, соответственно, такие ставки. С 23-го года, когда у нас произошло объединение фондов, стал действовать вот такой тариф, то есть, сумма до превышения у нас брался 15-ти процентный, но вот здесь у нас облагались зашит алгоритм, когда сумма МРОТ, то есть, в 24-м году, например, она была 19-242, у нас облагается 30%, а все, что с высшим МРОТ, облагается 15%, то есть, 19-242 с них бралось 30%, со всего, что выше, 15%, и когда начисление достигало суммы превышения в 2024-м году, это у нас составляло 2 миллиона 225 тысяч, со всех начислений уже без разбивки на 30-15 стало 15% начисляться. Соответственно, значит, здесь у нас тоже в новом году появятся, соответственно, дополнительные показатели, которые будут соответствовать вновь действующим реалиям, скажем так. Ну и обратите внимание, что ФСС от несчастного страхования, несчастное страхование так называемое, от несчастных случаев и провозаболеваний вносится у нас в этом же разделе, и, соответственно, в этом случае у нас сохраняются те же показатели, которые действовали и в 24-м году сохраняются и на 25-й год. Ну и, соответственно, НДФЛ мы уже посмотрели, пособия социального фонда у нас тоже здесь, мы должны проверить, что у нас все уже соответствует новым показателям и расчет заработной платы, значит, это расчет сверхурочных за вечернее время и за ночное время, и если у вас, например, какие-то обособленные территории или особые условия труда, то, соответственно, мы эти все изменения должны учесть, значит, уходим отсюда, нет, мы не хотим изменять, это мы с вами находимся в меню НСИА организации и в организациях это у нас настройка учетной политики и регистрационных сведений. Соответственно, после того, как мы проверили все организации и проверили, что у нас установлен на конец года актуальный релиз, который содержит все новые ставки начислений, новые ставки вычетов и так далее, то есть мы можем уже более-менее спокойно переходить в Новый год. Значит, снова вернемся к нашим слайдикам и кроме того, что мы принимаем решение сохранять нам или нет с Нового года, допустим, упрощенную систему налогоблажения или мы переходим на общую систему налогоблажения, нам надо принять решение, будем ли мы применять сервис электронных документов оборот, потому что ряд отчетов будет только в электронном формате предоставляться, но про НДС это уже мы привыкли, что НДС в общем-то только в электронных форматах предоставляется регламентированная отчетность, хочу напомнить, что у нас транспортные услуги, тоже только электронные документы оборот действуют, ну и соответственно будет еще некоторые моменты, которые надо учитывать, то есть у нас с Нового года заработает уже автоматизированная упрощенная система для всех участников рынка, скажем так, то есть до Нового года у нас действовало только для четырех регионов, а после Нового года уже будет действовать для всех. Так, теперь мы еще с вами немножечко посмотрим. Вот такой слайдик, это по поводу КП, подписка ИТС, то есть у нас комплект поддержки информационно-технологическое сопровождение. Это то, о чем я вам уже как бы мельком сказала, то есть ИТС у нас подписка действует на ИТС, без подписки на ИТС невозможно обновление программного обеспечения, то есть ИТС это не только для обновления программы, но на самом деле там достаточно много интересных документов и с помощью этой подписки, то есть раньше это был диск отдельный, сейчас это можно и в электронном виде получить, то есть во-первых, если у вас например имеются неизмененные конфигурации, то есть конфигурации, которые в которых не проводилось никаких доработок, то вы можете самостоятельно без помощи IT-специалистов скачивать обновления и соответственно обновлять, потому что программы все в основном пишут, что у вас устаревшая версия, этой версии более допустим трех месяцев обновить и так далее, но кроме того, что у нас есть такой сервис, этот сервис ИТС подписка содержит достаточно много очень квалифицированных информационных сведений, причем это информационные сведения официально действующие, вы на них можете ссылаться при любых спорах, например, судебных разбирательств и так далее, и содержит услуги, содержит консультации аудиторов, например, то есть узких специалистов, ну, то есть вот эта поддержка, вам надо проверить подписку, что она у вас действует, потому что какие будут изменения в следующем году, сейчас сложно запрограммировать, но естественно эти изменения будут, и если брать по аналогии с этим годом, то к сожалению они сыпятся как из рога изобилия, то есть нужно обязательно следить, за действующими изменениями. И то, что касается вот автоматизированной упрощенной системы, то, что я уже говорила, с 25 года этот специальный налоговый режим у нас будет распространяться уже для всех участников рынка, то есть если у нас в прошлом году ее могли применять только предприятия, которые зарегистрированы Москва и Московская область, Калужская область и Татарстан, то есть это был пилотный проект, то в следующем году она будет уже доступна и для других предпринимателей. Что собой представляет автоматизированная система налогообложения, сейчас мы с вами еще немножечко напомним, так сказать, освежим в памяти информацию, то есть переход на нее может быть добровольный, может воспользоваться им любое предприятие или ИП, которые соблюдают, которые соответствуют нескольким требованиям, то есть очень мало сотрудников, численность не более пяти человек, если у нас для обычной упрощенки увеличены эти показатели, то здесь наоборот, это автоматизированная упрощенная система, численность не более пяти человек, размер дохода не более шестидесяти миллионов в год, соответственно, мы уже будем видеть, например, в 2024 году, то есть соответствуем ли мы этим условиям, то есть какие у нас юридические лица, например, будут соответствовать этим параметрам, остаточная стоимость основных средств не более 150 миллионов, то есть это немного выше, чем нынешняя упрощенка, но тем не менее, видите, 150 миллионов и выплата зарплатной платы исключительно в безналичной форме, вот на это надо обратить особое внимание, то есть выдавать наличные денежные средства на зарплату, в этом случае упрощенцы не смогут и расчетные счета будут открыты только в определенном в определенных банках, сейчас реестр этих банков уже согласован, там в общем-то все наши ведущие банки перечислены и Сбер, и ВТБ, естественно, и Альфа-банк, ну то есть основные банки вошли в этот реестр и естественно в тех предприятий, которые захотят перейти на автоматизированную упрощенку должен быть открыт счет в одном из таких банков и то есть если предприятие переходит на автоматизированную упрощенку то в этом случае например предприниматели уже не могут применять другие спецрежимы то есть предприниматель не может применять патентную систему долгов налогообложения и так далее значит это тоже в общем-то экспериментальный скажем так переход то есть он уже распространяется от пилотного проекта перешел к общему и вот этот эксперимент по внедрению автоматической упрощенной системы налогообложения предусмотрен до 27 года включительно то есть на 2 года он будет действовать но как вы понимаете достаточно жесткие условия но при этом соответственно предусмотрены и плюшечки некоторые то есть в разряд плюшечек относятся то что во-первых ставки то есть сейчас действует 6 и 15 процентов и действовали ставки переходного периода 8 и 20 значит сейчас на период проведения налоговой реформы 6 и 15 убрано и остались 8 процентов и 20 процентов для соответственно дохода дохода минус расходы ну и что самое такое заманчивое то есть эти предприятия не сдают налоговые отчеты то есть они не сдают декларации не сдают 6 НДФЛ и не сдают расчеты по страховым взносам то есть они не отчитываются ни в налоговую ни в СФР и не ведут книгу доходов и расходов всю документацию за них готовят готовят сами налоговые органы и соответственно с банков получают информацию о том какие операции производились по счету ну то есть информацию о банковском обороте они получают от уполномоченных банков но естественно то что не надо сдавать никаких отчетов для многих предприятий является очень большим плюсом соответственно если мы с вами так сейчас мы с вами снова вернемся в дембазу и вот мы с вами находимся на закладке учетная политика то в этом случае мы должны будем обратить внимание на изменение системы налогообложения или если у вас предприятие вновь зарегистрировано то установить заново эти показатели но на самом деле если вот я перехожу через изменить то у меня сейчас здесь выбор есть общая и упрощенная а появится еще и автоматизированная упрощенная система то есть в этом случае я должна буду ее установить здесь а для вновь созданных предприятий напомню что если предприятие вновь создано либо в конце этого года либо например в начале следующего года то при создании организация может выбрать автоматическую систему налогообложения с момента создания в этом случае при регистрации необходимо подать заявление в налоговые органы о том что предприятие будет применять с момента создания автоматизированную упрощенную систему налогообложения и еще над чем хотелось бы остановиться это как мы уже сказали сервисы так сейчас мы закроем значит здесь у нас с вами учетная политика и налоги основные закладки которые необходимо просмотреть и изменить или оставить без изменений если они у вас остаются одно проверить на предмет обновления тарифов либо значит здесь у нас с вами есть закладочки регламентированная отчетность и НСИ и администрирование то есть закладочки допустим регламентированный учет раздел НСИ и администрирование то есть грубые так сказать настройки мы с вами должны проверить то есть регламентированный И в этом случае мы должны проверить отражение регламентированного учета, то есть какие у нас чекбоксы здесь проставлены. И, соответственно, первое, на что посмотреть, это, естественно, какие отражены настройки, то есть валюты, допустим, мультивалютный учет, много валют при создании раздела отчетность. Просмотреть, что у нас будет входить. И очень сильно изменится, как я уже сказала, блок упрощенка. То есть вы в этом случае должны установить, если вы начинаете применение упрощенки, то у вас должно быть установлено с какого периода, например, с 1 января следующего года. И сервисные функции, то есть ручное изменение проводок и документов. Ну, это у меня сделано как образец, то есть, возможно, вам этого и не понадобится. То есть эта отметочка, этот флажок дает возможность изменять проводки, то есть ГФУ в конкретном документе. То есть мы можем зайти, мы можем изменить какие-то проводки. Сейчас покажу. И, соответственно, открываем, вот, например, любой документ. И переходим по пиктограммке дебет-кредит, переходим в проводки. Если я ставлю вот сюда вот отметочку, то я, соответственно, получаю возможность любую проводку изменить на другую какую-то. Но при этом я должна помнить, что у меня в этом случае документ не будет принимать участие в автоматическом пересчете. То есть при закрытии месяца у меня могут в таких документах возникнуть проблемы. И, например, у меня вот регламентированный учет, есть рабочее место отражения документов в регламентированном учете. В этом случае, если у меня либо специалист работает, либо я сама, скажем так, один на все руки мастер, работаю в этом режиме, то у меня, естественно, будет отражаться здесь как ошибка, то есть ручные операции регламентированного учета. 13 у меня в данный момент документов имеют ручную корректировку. И, соответственно, в этом случае я должна их проверить, то есть насколько они у меня правильно формируются. И уже после этого только переходить в формирование финансового результата, закрытие месяца. И, значит, конкретно закрытие месяца я должна понимать, что у меня, я проверила эти документы, и у меня, ну, вот эти финансовые результаты у меня не формируются на данный момент. Именно по этой причине, то есть я сейчас не буду лезть в данные конкретные документы, исправлять, то есть это я делала для того, чтобы был как пример, что можно наводять, то есть почему у меня не формируется финансовый результат. Но это как раз-таки ручные проводки, и они у меня задаются в разделе НСИ и администрирование, в разделе регламентированный учет. И это вот такой красивый зеленый флажочек, зеленая галочка у меня дает вот такие неприятности. То есть, соответственно, я должна проверить наличие таких флажочков. Напомню, что проверить я могу их именно в регламентированном учете, именно рабочее место отражения документов в регламентированном учете. И, соответственно, я помню, что у меня, поскольку на носу висит налоговая реформа, мне нужно проверить, какие у меня операции предусмотрены для каких документов, то есть проверить настройки ГФУ. И в первую очередь ГФУ по заработной плате и по страховым тарифам. Ну, к сожалению, на этом наше время уже заканчивается, поэтому мы выходим обратно к нашим слайдикам. И мне хочется показать вам слайдик на начальнице, с которого мы начинали, и напомнить наши реквизиты, наши контактные данные. То есть электронная почта, телефоны, телеграм-контакты и адрес сайта. На этом компания Кудерлайн благодарит вас за время, которое вы нам уделили за интерес. Приглашаем вас к новым встречам. Будем благодарны за обратную связь. Так что присылайте свои вопросы, присылайте темы, которые вам хотелось бы более подробно осветить на наших вебинарах. Мы будем очень благодарны. На этом разрешите попрощаться. Всего доброго, хорошего дня. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok